Откуда взялся этот вебинар? Этот документ был рассмотрен, доклад был сделан, а потом, как обычно, начинался анализ того, что докладывалось. И вот когда этот анализ специалисты фирмы стали проводить, мы увидели, что далеко не все вещи, которые были в этом самом нормативном документе, представляются нам целесообразными. И тогда возникло такое подложение. Ребята, а давайте посмотрим другие отраслевые документы. Там-то все нормально. Может, это просто случайность какая-то. Стали смотреть другие документы. Вот их перечень. И в этих документах мы нашли вещи, с которыми не только надо спорить, но даже не очень понятно, откуда они вообще взялись в этих самых нормативных документах. Похоже на то, что эти документы составляли не специалисты по молниезащите, а топ-менеджеры, которые своей властью переписывали из того, что было когда-то давно, в то, что нужно сейчас. Но ведь, коллеги, жизнь-то она течет. Во-первых, меняются представления о молнии и об ее опасных воздействиях. Но это довольно медленно меняется, потому что не так просто разбираться с молнией. Но невероятно быстро меняются те объекты, которые надо защищать. А вот здесь-то ситуация меняется очень сильно. Очень сильно из-за того, что идет массовое внедрение микроэлектроники в технику. Эта микроэлектроника совсем по-другому реагирует на воздействия молнии. Вместо опасных воздействий на уровне десятков сотен киловольт, сегодня приходится иметь дело с воздействиями, которые исчисляются единицами киловольт и даже сотнями вольт. И эти воздействия становятся опасными. И опасными становится то, что повреждения этой микроэлектроники приводят к совершенно ненормальным, а иногда очень опасным ситуациям. А вот для того, чтобы во всем этом разбираться, нужны уже не топ-менеджеры, а нужны специалисты. И похоже, что этих специалистов не хватает. И тогда мы решили сделать простую вещь. Мы решили выписать типичные недоразумения, показать их вам, для того, чтобы вы с большей осторожностью обращались к отраслевым нормативным документам. Я, прежде чем говорить о конкретных документах, перечислю сначала наиболее типовые ошибки. Дело вот в чем. Вот эти ошибки встречаются не в одном документе, а в нескольких, во многих документах. И прежде чем, чтобы не терять времени, я хочу их обозначить. И начать я хочу с того, что до сих пор используются в практике этих отраслевых нормативных документов зона защиты молнииотводов из РД-34. Вот этот документ совсем неплох, но зонам защиты, которые там приведены, это зона А и зона Б, приписаны вероятности, которых на самом деле нет. В зоне А там приписана вероятность 0,995. А на самом деле она на уровне примерно 0,95. А зоне Б приписана вероятность 0,95. А на деле эта зона соответствует вероятности прорыва 0,84. Об этом много раз говорилось. Говорилось в том числе и на наших семинарах. Говорилось и в статьях. Но почему-то это все игнорируется, и эти зоны защиты, устаревшие и, в общем, неправильные, до сих пор фигурируют в отраслевых нормативных документах. Я хочу сказать вот какую вещь. Понимаете, вопрос о защитном действии молниотводов и о зонах защиты – это вопрос, который до сих пор до конца не решен. До сих пор существуют разные точки зрения. До сих пор существуют спорные точки зрения. И нам представляется, что о зонах защиты сегодня говорить вообще не стоит. Я как бы забуду об этом вопросе. Забуду для того, чтобы предложить вам провести специальный вебинар, на котором этот вопрос будет рассмотрен более подробно. Вот если это представляет интерес для проектировщиков, и если это нужно, пожалуйста, отреагируйте на это в чате. Мы посмотрим, нужен ли такой вебинар, и если он нужен, фирма ЦАНС обязательно его запланирует. А вот о других моментах будет разговор дальше. Что еще является коллективной погрешностью? Коллективной погрешностью является вот какая вещь. Прямые воздействия тока молнии в нормативных документах отраслевых как-то учтены. А вот электромагнитные воздействия поля молнии не учитываются. Вообще чаще всего не принимаются во внимание. Хотя перенапряжения, которые возникают при этом, они довольно существенные. Вот минимальное расстояние между молнииотводом и объектом во всех нормативных документах отраслевых минимальное. Около трех метров. Вот если взять такое расстояние, то ток молнии создаст электромагнитную наводку, величина которой описывается вот такой элементарной формулой, что здесь есть. Если взять сечение контура, в котором возникает наводка, всего в один квадратный метр, то перенапряжение получается на уровне 13 киловольт. А 13 киловольт – это напряжение вполне достаточное для искрения. А если это искрение, то в взрывоопасном объеме это необратимая авария. Но во внимание это практически нигде не поднимается. Еще одна ошибка, с которой приходится сталкиваться. У нас в наших семинарах, во многих статьях, многих авторов пишется цифра, которая определяет возможность пробоя по поверхности грунта. Так вот, цифра, которая фигурирует в отраслевых нормативных документах, это примерно 300 киловольт на один метр. А внизу вот сейчас я вам показываю фотографию, где есть канал длиной в 30 метров, который возник при напряжении 240 киловольт. То есть вместо 300 киловольт на метр, получается примерно 8 киловольт на метр. А это значит, те изоляционные расстояния, которые фигурируют в очень многих нормативных документах, это ложные расстояния, которые не защищают объект от проникновения по искровому каналу к этому объекту токов молнии. И еще есть вещи, которые не принимаются во внимание нормативными документами, и снова эти вещи связаны с опасностью пробоя грунта. Речь идет о том, что вообще не принимается во внимание то, что грунт – это проводящая вещь, это проводник. А если это проводник, значит, между точкой входа тока молнии и каким-нибудь подземным элементом существует проводящая связь, просто по проводимости грунта. А вот эту связь внимание, как правило, не принимают. Еще одна вещь. Часто говорят в нормативных документах – плохое сопротивление сземления – забейте заземляющие электроды. Так вот роль этих заземляющих электродов в проводимости и в сопротивлении заземлителей очень сильно преувеличена. Точно так же, как преувеличена роль контура заземления вокруг железобетонного фундамента, я буду говорить отдельно. И, наконец, переоценка возможности создания изолированных заземляющих устройств. На самом деле сделать такое устройство очень непросто. А возможности такого изготовления переоцениваются. Вот если все эти вещи собрать вместе, то возникает большое количество, ну, мягко говоря, недоразумений. И вот с этими недоразумениями я и хочу вас познакомить. Вот правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов. Нормативный документ. В этом нормативном документе в пункте 828 сказано, что нормативный, что любой взрывоопасный документ, взрывоопасный объект, должен защищаться только отдельно стоящими молниотводами. Откуда это взялось? И сама формулировка, и картинка, которая вот слева на этом слайде, это картинка из старого документа РД-34. Это тот самый документ, в котором вообще не рассматривались две вещи. Не рассматривались электромагнитные воздействия и не рассматривались те искровые каналы, которые могут развиваться по поверхности грунта. Без этого рассмотрения там определены изоляционные расстояния, которые должны быть между этим отдельно стоящим молниотводом и взрывоопасным объектом. Вот кривая находится справа. Минимальное это расстояние – 3 метра. При таком минимальном расстоянии легко происходят пробои по поверхности грунта, и отдельно стоящий молниотвод оказывается совершенно не отдельно стоящим. Он присоединяется к объекту взрывоопасному через искровой канал, который будет по поверхности. Кстати, этот же искровой канал может быть и по воздуху, потому что расстояние в 3 метра перекрывается при напряжении чуть больше, чем 1 миллион вольт. Поэтому вот делать такую вещь, вот такие допустимые расстояния, которые прописаны в этом нормативном документе, это очень большой и ничем не оправданный риск. Дальше в этом документе в позиции 831 говорится, что для исключения ввода тока по подземным коммуникациям расстояние от молниотвода до этой коммуникации должно быть равно численно половине сопротивления заземления стержевого молниотвода. Но минимальное расстояние, которое годится, оно должно быть не меньше 3 метра. Вот я теперь беру молниотвод. Беру его типовой заземлитель, который расписан в нормативных документах в цате РД-34. Это три стержня, которые соединяют между собой полоса длиной в 10 метров. А рядом на расстоянии 3 метра сажаю коммуникацию и считаю дальше, а это считается очень точно, какой процент тока молнии из вот этого заземлителя попадет в коммуникацию, которая находится на расстоянии 3 метра. Получается примерно 35% тока. Если даже ориентироваться на третий уровень защищенности, где нормированный ток 100 кА, то получается, что 35% тока попадет в эту коммуникацию только за счет проводимости грунта. А на самом деле, если всерьез рассматривать этот вопрос, то ситуация будет примерно следующая. Трехметровый промежуток между коммуникацией и заземлителем молнии отвода будет пробит по поверхности искровым каналом и в эту самую подземную коммуникацию зайдет не 35% тока, а все 100%, потому что никуда больше этому току деваться нефт. Вот, что прописано в пункте 831. Что я должен сказать? Я должен сказать следующую вещь, что в более свежем нормативном документе ИСО 153.34 все преимущества отдельно стоящих молниоотводов вообще исключены из норматива. Там ничего этого нет. И слова отдельно стоящий молниоотвод там нет. Преимущества этого молниоотвода нет никаких. И у нас был не один семинар, где мы показывали, что отдельно стоящие молниоотводы в отношении взрывоопасных объектов не только не дают никаких преимуществ, они просто опасны для этих объектов. Тем не менее, в нормативном документе, действие которого не прекращено до сих пор, отдельно стоящий молниоотвод считается обязательным. По какой причине? А на этот вопрос ответа ни у кого нет. Поехали дальше. Поехали дальше по этому нормативному документу. И написано следующее вещь, что для защиты от электромагнитных наводок на взрывоопасных объектах рекомендуется положить молниезащитную сетку с размером ячеек 5 на 5 метров. Эту сетку надо заземлить. Если вы посмотрите экранирующее действие сетки с ячейками 5 на 5 метров, то ее экранирующее действие в отношении электромагнитного поля просто нулевое. Его просто нет. Оно находится на уровне долей процента. Тем не менее, эту сетку вам рекомендуют использовать как защиту от электромагнитных наводок. Мы много раз говорили о молниезащитных сетках. Правда, мы говорили о сетках размером 6 на 6, а не 5 на 5 метров. Но это изменение размера сетки в пределах 20 процентов ровным счетом никакого значения не имеет. Но рекомендация такая есть. И если кто-то из проектировщиков попробует ее реально использовать, можно сказать, что он оставит объект, который у него есть, вообще без какой бы то ни было электромагнитной защиты. Дальше в этом же пункте для присоединения токоотводов рекомендуется прокладывать в земле снаружи хранилища взрывоопасного объекта по всему его периметру на расстоянии от полуметра до метра вдоль фундамента на глубине 0,5 метра контур заземления. И вот я теперь начинаю смотреть, а что сделает этот контур заземления, который настоятельно рекомендуется проложить. Что он сделает в дополнение к тому заземляющему устройству естественному, которым является железобетонный фундамент здания. Вот я хочу понять, чем плох этот фундамент и что добавит вот эта рекомендация проложить контур заземления на расстоянии полуметра от фундамента. Опять же задача очень хорошо считается. И я ее считаю. я взял типовое здание длиной 50 и шириной 20 метров. Взял его железобетонный фундамент, посчитал сопротивление этого железобетонного фундамента, а потом проложил контур заземления на некотором расстоянии от фундамента, который у меня меняется на графике, и посмотрел, что будет. Так вот, на расстоянии один метр от фундамента, вот этот контур заземления дает результат на уровне примерно трех процентов, а на уровне полуметра два процента от своего сопротивления. То есть, я сделал сумасшедшую работу и получил эффект, который укладывается в погрешность измерения. Я даже не замечу эту цифру два процента, потому что с такой точностью я не могу измерить сопротивление заземления. Нет у меня такой возможности. А тем не менее, нормативный документ говорит, делай вокруг фундамента контур заземления. А зачем? Заземлители опять же это тот же самый нормативный документ. Заземлители от защиты от прямых ударов молнии и защиты от вторичных воздействий должны быть удалены друг от друга на расстояние вот это самое расстояние порядка трех метров. Но если я удалю заземлители на такое расстояние, то при ударе молнии в один из них будет обязательно, обязательно будет пробой по поверхности грунта. И эти заземлители объединятся. А тогда спрашивается зачем их удалять? Ну и наконец последнее недоразумение, которое я нашел в этом нормативном документе. Они предлагают по контуру здания укладывать токоотводы шагом до 25 метров. Но возникает вот какой вопрос. А зачем нужны эти токоотводы? здание это ведь защищено отдельно стоящими молниотводами? И если это здание действительно защищено отдельно стоящими молниотводами, тогда молнии в это здание никогда и не ударят? И отводить-то никакие токи в землю не нужны? Зачем же тогда нужны множественные токоотводы? Ответа На этот вопрос естественно нет. Нет ответа и на другой вопрос, который в этом документе. Это вопрос вот какой. Если у вас есть протяженные заземляющие устройства, то они, так считает норматив, не могут работать. Если удельное сопротивление грунта до 500 Ом, то не может работать токоотвод длиной даже 25 метров. 500 Ом, 35 Ом, 1000 Ом, 50 метров и так далее. То есть протяженные токоотводы по этому нормативному документу использовать нельзя. Считается, что они не работают. А мы можем посчитать и посмотреть, как они будут работать. И оказывается, что нормы это очень сильно превышены. Ну, например, в грунте 500 Ом метров молниотвод длиной в 25 метров, он уже через 2 микросекунды дает сопротивление заземления, которое практически совпадает с стационарным. То есть в импульсном режиме, при отводе импульсов тока, реальных токов молнии, такие вещи, такие токотводы можно использовать. И они дают очень неплохой эффект. А нам это, опять-таки непонятно почему, запрещают. Ну и, наконец, вещь, которая привела меня в абсолютно полное недоумение. Это вещь вот какая. Речь идет о молниезащите кораблей, которые перевозят, транспортируют взрывоопасные грузы. Там сказано следующее вещь. Если у этого корабля металлическая мачта, а на этой мачте установлено какое-нибудь электрическое или электронное оборудование, то сверху мачты надо установить полный приемник длиной примерно в 30 сантиметров. Вот я прочитал это 128 раз. Я неплохо знаю физику молнии. Я не представляю, что может сделать какой-нибудь молниеприемник, любой, даже в не 30 сантиметров, а в 3 метра, что он может сделать с уровнем электромагнитных наводок. Уровень электромагнитных наводок от использования такого токотвода никак не меняется, потому что электромагнитное поле определяется током в канале молнии или в железке, по которой этот ток течет. Это не имеет ровным счетом никакого значения. А тем не менее, вот требование, вот оно перед глазами. И как к нему относиться, даже представить себе невозможно. Ну, о сетке я уже говорил, и поэтому говорить не буду. Теперь вопрос, касающийся изолированных токотводов. Вот, что здесь рекомендуется. Здесь рекомендуется объединять токотводы, заземлители изолированных молнии отводов и заземлители объектов. Объединять, но устанавливать на расстояниях, которые здесь написаны. Три метра, если удельное сопротивление грунта меньше, чем 100 умометров. А четыре метра, если удельное сопротивление грунта больше, чем 100 умометров. Я понимаю, почему рекомендуют объединять заземлители шиной. Просто, если эта шина будет, то в этом случае пробоя по земле или пробоя по воздуху, конечно, не будет. Но молнииотвод-то все равно стоит на расстоянии трех метров от объекта взрывоопасного. И на таком расстоянии колоссальное магнитное поле будет внутри этого объекта. И это поле приведет к тому, что внутри этого здания в коммуникациях возникнут большие электромагнитные наводки, о которых составители просто забыли. И эти наводки приведут к тому, что здание взлетит на воздух даже при объединенном заземляющем устройстве. Вот какие вещи. Теперь требования, которые очень трудно выполнить. Вот одно из требований следующее, что в грунте удельным сопротивлением больше, чем 500 омометров, заземлитель должен иметь сопротивление заземления не более 10 ом. Вот раз такое требование есть, я начал считать, а я еще раз повторяю, расчетные программы в отношении заземляющих устройств работают очень хорошо. Я начал считать, а каким должен быть заземлитель молнииотвода для того, чтобы его сопротивление в грунте более 500 ом было не больше 10 ом. Я выбрал такой грунт, 3000 ом метров. Это грунт скальный, он довольно часто встречается на территории Российской Федерации. И, просчитав, я убедился, что этот заземляющий заземлитель молнииотвода должен иметь размер 140 на 140 метров для того, чтобы его сопротивление заземления было 10 ом. Скажите, пожалуйста, где и в каких условиях около молнииотвода стержневого имеется пространство в 150 метров в длину и 150 метров в ширину, на который уложить такой заземлитель? Нет такого пространства. И раз нет такого пространства, нет и возможности это сделать. Понимаете? Это требование невыполнимое. А что будет сделано? А будет сделано липолюкс. Сделают заземлитель тот, который получился, а напишут то, что есть. Это требование, по сути дела, требование прямого обмана. А вот еще требование к заземляющим устройствам изолированных молниотводов. Вы знаете, откуда взялось это требование? Это требование взялось из ПУЭ для высоковольтных линий электропередач. И слово в слово оно было переписано. И там написано, что если сопротивление заземления находится в пределах до 5000 Омметров, то сопротивление заземления должно быть не больше, чем 30 Ом. Считаю, и получается, что эти 30 Ом выполнимы, если заземлитель молниотвода будет иметь размер в виде сетки 80 на 80 метров. Но опять же скажите, где вы найдете такое свободное пространство для того, чтобы это сделать? Требование такого сорта просто невыполнимы. А если невыполнимы они, то здесь будет халтура и вранье. Ну, это еще один вариант, который требует при 3000 Омметров иметь сопротивление заземления не больше, чем 15 Ом. И опять же это нельзя выполнить, потому что размер сетки получается для этого в 100 метров длину и 100 метров ширину. И таких пространств сегодня в районе взрывоопасных объектов никто не найдет. Вот на эту картинку мне смотреть особо стыдно. Дело в том, что я непосредственно принимал участие в этом проекте. Вот это вот изобретение невзрывоопасного молниотвода сделано вот по какой причине. По существующим нормам в зону защиты молниотвода должна входить область взрывоопасных выбросов. Потому что если эту область не защитить от молнии, то возникнет поджиг этой взрывоопасной смеси. Пламя проникнет вовнутрь объема с взрывоопасной смесью. И вся эта конструкция взлетит на воздух. Для того, чтобы зажечь эту смесь, совершенно необязательно нужно удар молнии. Смесь такую может зажечь любой незавершенный разряд, который развивается от поверхности металлической малого радиуса. Например, от молниотвода, который стоит на резервуаре с жидким топливом. И вот мы предложили конструкцию молниотвода, который бы подавлял эти незавершенные разряды. Эта конструкция была запатентована. Эта конструкция была даже экспериментально изготовлена и установлена. И вот когда прошло опьянение своими личными успехами, мы поняли, что делать такие вещи нельзя и не нужно. Почему? Потому что крутизну этой поверхности может изменить любое случайное устройство. Ну, например, птица села, изменила кривизну, изменила электрическое поле. И таким образом все эти мероприятия по подавлению незавершенных разрядов оказываются ликвидированы. Нельзя бороться с незавершенными разрядами при помощи мер, которые выравнивают электрическое поле. Это вообще не средство защиты. Это ненадежное средство защиты. Его нельзя рекомендовать. А он рекомендован в нормативном документе Газпрома. А что нужно делать? А нужно делать огнепреградители в дыхательных лапанах, которые бы работали с надежностью в 100%. Вот вспыхнуло пламя снаружи. А внутрь объема резервуара оно не может попасть, потому что поставлен надежный огнепреградитель. И если у вас будет такой огнепреградитель, то вообще можно избежать молниезащиты металлических резервуаров с толщиной стенки больше 4 мм. Почему? Ударит от него молния, она не пробьет эту стенку и не проплавит ее. Вспыхнет пламя снаружи. Надежный огнепреградитель не даст ему проникнуть во внутренний объем. И опыт зарубежной такой защиты без всяких молнииотводов. Он существует. У нас его нет. И о нем ничего не говорится. Почему? Да потому что никто не знает надежности системы огнепреграждения. Она у нас специально никем не сертифицирована. А изобретение, которое мы придумали, я считаю, это ложное изобретение. И тут я похож на унтер-офицерскую вдову, которая сама себя влосекла. А это я теперь касаюсь нормативных документов, которые сделаны в Министерстве обороны. Вот посмотрите, что в этих документах прописано. Например, если у вас есть отдельные заземлители, и вам нужно посчитать их сопротивление заземления, то это сопротивление заземления считается, как у обычных параллельных элементов. Игнорируется взаимно экранирующий эффект заземляющих электродов. Ведь токи от каждого такого заземлителя рассекаются в одном и том же грунте. Они влияют друг на друга. Они экранируют друг друга. И в результате суммарное сопротивление заземлений оказывается существенно больше, чем то, которое получается вот по этой формуле. Ну, например, если шаг к расстановке молнииотвода в 20 метров, ошибка получается в 40%. 40% – это серьезная ошибка, которой пренебрегать никак нельзя. Специалисты технического центра «ЗАНЦ» Профессионалы с опытом проектирования молниезащиты и заземления более 15 лет. Готовят более 800 бесплатных расчетов в год. Используют в работе сертифицированное ПО для расчета надежности молниезащиты. Делятся знаниями и опытом со всеми желающими. Обращайтесь за расчетом для вашего объекта в технический центр «ЗАНЦ». А вот это еще одна вещь, которую я даже и представить себе не могу. Вот о чем идет речь. В наземных обвалованных сооружениях из кирпича и железобетона или другого материала рекомендуется для защиты укладывать на поверхность этих сооружений сетку. То, что сетка не работает, мы об этом уже говорили много раз. Но здесь мало того, что укладывать сетку, а разрешается на эту сетку наложить грунт толщиной до 10 сантиметров. И вот под таким грунтом, по причинам, которые известны только составителю нормативного документа, эта сетка должна работать. А что будет? Гроза, дождь. Весь этот грунт промокнет и превратится в электролит. И вот под этим электролитом лежит сетка, которую молния должна чувствовать. Мы знаем, сегодня есть системы, которые обнаруживают подводную лодку на глубине сотни метров. Но у молнии-то такой системы нет. Когда сетка будет закрыта слоем хорошего электролита, то никакой сетки молния никогда в жизни не различит. И это фантастическое изобретение рекомендовано для практического использования. А вот еще одно из того же документа. Если у вас есть высотная труба, кирпичная, железобетонная или еще какая-нибудь, то на вершине этой железобетонной трубы размеры не ограничены от трубы. Надо поставить два молния-приемника толщиной высотой не меньше одного метра. Эффективность работы таких молния-приемников просто нулевая. Потому что если брать современные трубы высотой в сотни метров, то они на верхней своей отметке имеют диаметр порядка десятка метров. И метровые стерженьки на молнию никак и никаким образом реагировать не будут. И еще из того же документа я хочу отметить одну вещь. Значит, во взрывоопасные сооружения по этому документу запрещается на вполне законных основаниях вводить воздушную линию электропередачи. Правильное запрещение. Но когда его можно избежать? Его можно избежать по этим нормам. Если вы вставите кабельную вставку длиной от 50 метров. Что собой представляет такая кабельная вставка? По существу это просто сосредоточенная емкость, которая несколько завалит фронт импульса тока, который по этому кабелю побежит. Несколько завалит и все. Амплитуду тока практически не изменит. Наводку, которая ток создаст, тоже практически не изменит. Эффект такого короткого кабеля по существу ничтожен. Тем не менее, он рекомендуется вместо УЗИПов как надежное, эффективное средство. Вот что я хотел сказать. Какой вывод я бы сделал? Вывод я бы свел к басне Ивана Андреевича Крылова. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Нормативными документами, в том числе и документами отраслевыми, должны заниматься специалисты, которые как минимум знают две вещи. Физику молнии и электродинамику. Без этого мы не избежим того количества недоразумений, которые в этих документах содержатся. Я понимаю, заострив ваше внимание, вы готовы выслушать от меня и ответ. А что делать? Что я вам могу сказать? Я не могу изменить ни один нормативный документ отраслевой, потому что этот отраслевой документ утверждается руководством отрасли. Мое личное мнение не имеет здесь никакого значения. А что тогда делать вам? Наверное, только одно. Вы не можете изменить минимальные цифры, но делать молниезащиту более надежной, чем это написано в нормативе, вы имеете право. Правда, вам придется воевать с руководством фирмы, доказывая, что те мероприятия, которые вы предлагаете, необходимы. Иначе будет плохо. И вы им должны показать, из-за чего это будет плохо. Но это единственное, на что вы способны. И суть моих этих самых длинных речей сводится к тому, чтобы предложить вам идти именно таким путем. Я готов ответить на вопросы, если они есть. То, и на основании чего определяет минимально допустимый уровень надежности защиты от ПУМ для специальных объектов. У меня на этот вопрос ответа нет по очень простой причине. Определяют в этих нормативных документах руководство той организации, которая этим делом занимается. Ну, например, если это Газпром. К примеру, Газпром устанавливает для своих объектов перечень уровня молниезащиты, которые они предписывают. Это уровень первый, второй, третий и четвертый. Для каждого из этих уровней есть международные требования по характеру воздействий. Определяется амплитуда тока, определяется максимальная крутизна. И по этим параметрам должны быть просчитаны все количественные характеристики надежности молниезащиты. Вот сегодня в мире это делается примерно вот так. То есть это не специалисты по молниезащите. Специалисты по молниезащите могут сказать только следующую вещь. Если вы хотите обеспечить первый уровень молниезащиты, то вы должны ориентироваться на амплитуду тока молнии не меньше, чем 200 кА. Если вы хотите обеспечить второй уровень молниезащиты, 150 кА, третий уровень молниезащиты или четвертый 100 кА. А дальше есть смысл задать вопрос. А откуда взялись эти токи? Вот это уже совсем специальный вопрос. Он уходит за рамки сегодняшнего нашего разговора, но он очень принципиален. И я бы о нем специально поговорил. На мой взгляд, тоже достаточно интересный вопрос. А в общем-то к чему стремиться? То есть на что ориентироваться? И до какой степени защищаться от молнии? То есть вот где здесь границы как бы разумного, что ли? Разумные границы. Вот в России сегодня таких жестких норм нет. Но вот Международная электротехническая комиссия, МЭК, имеет в документе 62.305 том 1, где просчитываются ущербы от молниезащиты. То есть считаются, к чему могут привести те или иные воздействия. И по уровню этих воздействий определяются возможные ущербы. А дальше ситуация очень простая. А дальше эти ущербы надо сравнить с теми затратами, которые намолняют защиту. И выбрать благоприятное для человека. Я понимаю, что это можно сделать в отношении объектов, которые не ведут к катастрофам. Но вот если эти объекты ведут к катастрофам, тогда, на мой взгляд, нет другого варианта, кроме одного. Надо ориентироваться на максимально возможное воздействие. Сегодня надежно зафиксируемым является ток 200 кА. Вот на этот ток ориентирован первый уровень молниезащиты. Надежно считается зафиксированным скорость подъема тока 2 на 10 в 11 ампер за секунду. На этот уровень ориентируется первый уровень молниезащиты. Но регистрации таких очень мало. Поэтому говорить о том, что ориентируясь на первый уровень молниезащиты, мы защищаем все и вся, я бы лично, например, не рискнул. Нужны более представительные статистические данные о параметрах грозового электричества. Сегодня их в мире нет. Сиграя, объединив все фактические данные о токах молнии, которым можно верить, то есть которые зафиксированы осциллографическими методами, набрало в совокупности по всему миру меньше, чем 500 надежных таких регистраций. Что же можно говорить о предельно высоких токах? На мой взгляд, мало что. То есть мой взгляд на это все-таки пессимистический. Пока. По правилам хранения взрывчатых материалов, любое здание с коммуникациями должно оснащаться наружным контуром заземления. Большая часть тока молнии все-таки уйдет в землю. Неужели ток молнии по коммуникации сможет вызвать искру в здании при условии, что все металлические предметы заземляются? Контур заземления вокруг железобетонного фундамента здания вообще говоря, мало что делает. Сопротивление заземления в совокупности этой системы он увеличивает в лучшем случае на пару процентов. Теперь, откуда берутся искрения? Если все элементы, все элементы действительно заземлены, да? И у вас нет разности потенциалов между какими-то проводниками, искрению взяться неоткуда. Но для того, чтобы возникло искрение в контуре каком-то, нужно не такая уж большая электромагнитная наводка. Вот я приводил не один раз этот пример, и я приведу его еще раз. Вот у вас течет ток, он подтекает к заземляющему устройству. Когда течет этот ток, вокруг него есть электромагнитное поле. И есть магнитное поле. И это поле не уменьшается тем, что этот проводник в грунте. Теперь давайте представим себе следующую вещь. Вот ток течет по проводнику, а на расстоянии, скажем, 5 метров от этого проводника есть какой-то контур. Представьте себе простую вещь. Ну, пришли поменять лампу дневного света, например, монтюры, и поставили стремянку. Вот металлоконструкция стремянки дает контур в нескольких квадратных метрах. Наводка, которая там будет, будет заведомо, между вот в этом контуре, заведомо больше 20 киловольт. У стремянки есть пластиковые резиновые подставки, чтобы она не скользила. А пол, например, в здании металлический. Чтобы пробить эту самую металлическую прокладку поверхности длиной, ну, в сантиметр. Уже абсолютно заведомо достаточно 25-30 киловольт. И вот у вас искра. Искра при всех заземленных предметах. Она за счет электромагнитной наводки. И вот именно электромагнитные наводки сегодня представляются существенно более опасными, чем прямое воздействие тока. Вот именно с этими моментами, вот те самые документы, которые я говорил, они не считаются. Вопросы об электромагнитных наводках практически ни в одном документе не рассмотрены. И это очень сильно тревожит. В настоящее время проектируется и строится много детских садов и школ. Но проектировщики со ссылкой на РД-34, все здания имеют, как правило, вторую степень огнестойкости строительных конструкций, не выполняют молниезащиту здания. Ссылаясь, на какой нормативный документ можно заставить проектировщиков выполнить молниезащиту указанных зданий, если это действительно необходимо. Если это необходимо, то заказчик этого самого строительства имеет полное право записать в своем техническом задании в следующий пункт. Здание должно быть защищено от того-то и того-то с такой-то надежностью. И это будет выполнено, потому что тот, кто имеет деньги, тот и заказывает музыку. РД-34 вовсе не запрещает делать эту молниезащиту. РД-34 пишет только о том, когда она обязательна. Но это не значит, что вы не можете сделать по-другому. Более того, я приведу пример. Был в моей практике такой случай, когда семиэтажные здания школы в Москве было построено таким образом, что спортивная площадка этой школы была крышей этого здания. Но не было там места для спортивной площадки, никакого. А здание должно было быть. И площадку перенесли на крышу. И тогда для этой крыши разрабатывалась специальная молниезащита. Специальная. Не в виде сетки, которая не работает. А это была действительно разработка активно работающей молниезащиты. И это было сделано. И здание эксплуатируется. Ну, а я со своей стороны могу добавить. Конечно, когда есть внимание заказчика только к букве закона, к букве норматива, я рекомендую точно так же внимательно к этой букве относиться. Потому что реально вторая степень огнестойкости это школа к ней, скорее всего, не относится. То есть вторая степень огнестойкости это там, где ничего не горит. Там, на школах, скорее всего, деревянная и стропильная система, если это укронная кровля, или любые горючие части строительных оснований это уже не вторая степень огнестойкости, это уже третья. А третья и дальше, по РД, очень легко обосновывается необходимость. То есть молниеприемная сетка является молниотводом, защищающий от прямых ударов молнии при выполнении ее в соответствии с пунктом 4.2.134 ПОЭ. Сотни раз. Уже сотни, наверное. Возвращаемся к сетке. Молниезащитная сетка является молнииотводом для негорючих кровель и неметаллических кровель, если надо защитить оборудование и людей, которые находятся на верхних этажах. Сетка молниезащитная по существу это сложный тросовый молниотвод. Она будет перехватывать молнию только в том случае, если между объектами, которые надо защищать, например, оборудование на верхнем этаже и самой сеткой будут те примерно изоляционные расстояния, которые указываны сегодня в существующих зонах защиты. То есть между сеткой и тем оборудованием, которое защищается, должны быть расстояния изоляционные в несколько метров. Вот тогда сетка действительно работает. Но если сетку кладут на ту кровлю, которую надо защищать, и изоляционное расстояние там 10 сантиметров, как вот на одном из слайдов здесь показано, то никакого защитного действия сетка оказывать не будет. Написано это в пуле или не написано, это факт, с которым все обязаны считаться. Заземление молнииотвода должно быть отделено от заземления нейтрали электроустановок на расстоянии не менее 3 метров. Почему пуе не учли в вебинаре? Я здесь и так могу вам ответить. На вебинаре мы стремились рассмотреть объекты взрывоопасные. Мы рассматривали именно нормативные документы, отраслевые, либо специализированные именно для этих объектов. Если бы мы попытались обозреть все нормативные документы, в которых есть молниезащита, я думаю... Ну, откровенно говоря, я бы никогда не рискнул рассмотреть все разделы пуя. Просто моей квалификации как узкого специалиста для этой цели абсолютно недостаточно. Я бы за такое не взялся. Пишет о том, что не все хранилища взрывчатых материалов, взрывоопасных материалов с фундаментом. Очень часто встречалось хранилище в виде группы контейнеров просто на подсыпке. Ну, вы знаете, какое дело. Если контур заземления, вернее, заземляющего устройства в виде фундамента нет, то во всех абсолютно нормативных документах, я имею в виду российских нормативных документах, ну, государственных, везде написано, что надо делать тогда искусственный заземлитель, и с этим никто не будет спорить. Речь-то идет о применении контур заземления к фундаменту. Речь идет об этом. И мы говорим только об этом. Когда мы говорим о расстоянии в полтора, в один метр или в полметра от фундамента, мы предполагаем, что такой фундамент есть. Если его нет, или он не может быть приспособлен для заземляющего устройства, тогда это совершенно другой вопрос. Но, наверное, это уже путать не стоит. Знакомы ли вы с комплексом Model Studio CS молниезащита? Имеет ли право на жизнь? А что это такое? Я не знаю. Это надстройка для автокада, для чертежной программы, которая автоматически моделирует на трехмерном чертеже объекта, зоны, согласно, по-моему, ISO, и метод катящейся сферы использует. Ну, о методе катящейся сферы мы говорили не один раз. Все недоразумения, которые следуют из метода катящейся сферы, на наших вебинарах разбирались, и, наверное, можно посмотреть эти вебинары. Есть и статьи на этот счет. Что же касается зон защиты наших, ну, например, СО-153, это вот что такое. Это наихудший вариант того, что можно использовать. Если вам наплевать на все, и вы не хотите сэкономить на высоте молнии отводов, не хотите сэкономить на снижении электромагнитных наводок, в этом случае вы можете использовать зону защиты из СО-153. Если же вы хотите всего этого, то зонами пользоваться крайне не рекомендую, я лично, а рекомендую обратиться к фирме ЦАНТ, у которой доступное программное обеспечение, и с помощью этого обеспечения можно подобрать существенно более эффективные и существенно менее высокие, чем по зонам защиты молнии отвода. И реклама, которая была до того момента, как начался этот семинар, говорила о том, что фирма выполняет таких бесплатных расчетов примерно 800 штук за один год. По-моему, это вполне доступная вещь. Поддерживаю вас, Эдуард Мирович. Друзья, пишите нам, мы для вас сделаем любой расчет абсолютно бесплатный. Как можно подтвердить решение, которое в явном виде не прописано в нормативах? Например, учет высоты здания, на котором установлен молнии отвод, при расчете зон защиты молниезащиты. Сейчас учитывают только высоту самого молнии отвода, хотя он и установлен по периметру кровли. С молнии отводами, которые установлены на здание, сегодня есть достаточно серьезная неразбериха, которую до конца не разрешили. Что написано в российских нормативах? В российских нормативах написано следующее вещь. Если у вас молнии отвод стоит на кровле здания, неважно какой и неважно где, высота этого молнии отвода отсчитывается от уровня Земли со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями. Если вы откроете стандарт 62-305 МЭК, то там вы увидите следующую вещь. Если молнии отвод защищает объекты на кровле, его высоту при любой ситуации надо отсчитывать от уровня кровли. А если этот молнии отвод защищает объекты на Земле, то его надо рассчитывать от уровня Земли. И то, и другое решение верно только в частных случаях. Как поступать конкретно проектировщикам? До сих пор единого мнения на этот счет нет. И если говорить всерьез, то наше занятие этим вопросом к однозначному ответу не привели. У меня есть какие-то соображения, и я готов высказать эти соображения, но, конечно, не сию секунду и не словами, от текстов. Если это нужно, я готов это сделать. Санаторий в Кисловодске. Джакузи, установленные на эксплуатируемой кровле, над ними есть навес из металлоконструкции. Само здание монолит. Как заземлить джакузи? Стоит ли присоединять к общей системе уравнивания потенциалов, или же отдельно заземлять? По-моему, это не имеет никакого значения, вот по какой причине. Если у вас есть навес, и этот навес выполняет роль стержневых или тросовых молниотводов, то удар в джакузи вряд ли вероятен. Просто это почти практически невероятная вещь. А если этот удар произойдет, если это произойдет, и в джакузи будет находиться человек, то тогда речь пойдет о том, чтобы пригласить катавалк и провести все необходимые процедуры. Заземлена джакузи или не заземлено? Это не имеет ровным счетом никакого значения. Потому что удар-то будет не в джакузи, а в человек. Но если джакузи стоит на кровле здания, я понимаю, это очень красиво, но я бы тогда это здание оснастил системой оперативного грузопредупреждения и запретил бы находиться отдыхающим на этой кровле, когда эта система сработает. У нас есть такой опыт, не по джакузи, конечно, а по оборудованию, которое стоит на телебашне. На телебашне полно всякого оборудования, которое нуждалось в эксплуатации. И на останкинце телебашне стояла система оперативного грузопредупреждения, которую разрабатывал наш институт. И когда эта система срабатывала, всех людей с внешних обстроек башни удаляли. Я бы для санатория наверняка сделал то же самое. Конечно, здесь, мне кажется, даже если и металлоконструкции на джакузи отлично защитят от прямого удара молнии, на высоте на кровле все равно будет где-то перекрытие, все равно импульс молнии не спасти людей, конечно, отдыхающих. Просто дело вот в чем. Может быть, эти люди и не пострадают, но опасность этого дела достаточно велика. И если люди приехали отдыхать, с какой, собственно, какой мы имеем право рисковать их здоровью? Наверняка нужна такая система. Это даже и разговаривать нечего. Ну, хочу сказать вот по опыту. На самом деле, очень много кто хочет полезным образом использовать пространство на плоской кровле. Оно как бы просится, да, оно свободное. На ней можно не только джакузи размещать. По опыту наших, работа нашего техцентра, там даже детский садик даже размещают, детские площадки даже и просят защитить детей. Ну, я с вами соглашусь. Конечно, я считаю, эксплуатация такая постоянная, без систем предупреждения. Да вообще, на самом деле, по большому счету, эксплуатация кровли постоянная. Она ни к чему хорошему не ведет. У меня есть опыт, который я хорошо знаю, опыт эксплуатации оборудования на кровле, которые используют фирмы ДЕН Плюс Зона. Это баварская фирма, которая держит на кровле оборудование климат-контроля. Оно защищено молниотводами, защищено хорошо, но в грозовую обстановку они, конечно, запрещают своему персоналу работать на кровле. И это вполне естественно. А что касается сегодняшнего вебинара, то мне, во-первых, очень приятно, что количество людей, которые было, оно большое. И это значит, я говорил не в пустоту, а вот призывать вас к осторожности, общение с нормативными документами отраслевыми, это дело того стоит. Дело того стоит, потому что в конечном счете виноват ведь все равно оказывается проектировщик. И это очень важно. И большое спасибо за внимание. И я очень хочу поблагодарить фирму. Вам большое спасибо. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, вступайте в наши группы в социальных сетях, следите за нами в Инстаграм, подписывайтесь на наши рассылки. Большое спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин